К 120-летию со дня рождения Марка Шагала Да нет, я не любуюсь Шагалом. Об этом и речи быть не может. Обычно я не работаю в чем-то присутствием. Глупо, да? Сам не знаю почему. Не бывает легкой работы. Чем дальше, тем труднее. Никогда не бывает просто. Никогда. Да. Этим ремеслом овладеть невозможно. Во всяком случае, лично я не могу сказать о себе, что я им овладел. Вам бы не следовало снимать фильмы о реальных людях. Разве что о людях, которые завершили свою миссию, которые уже там, в земле. О них уже можно снимать. Шагал. России, ослам и другим. Вам неприятно, когда я так говорю? Но я так думаю. Автор фильма Франсуа Леви Куэнс. Вечером 28 марта 1985 года, после спокойного дня, проведенного в своей мастерской и целого века творчества, умер художник. Здесь, в городке Сен-Поль-де-Ванс, на юге Франции, завершилось долгое путешествие, начатое в Витебске. Витебск. Начало 20 века. Здесь находилась одна из самых больших еврейских общин в царской России. Штетл. Гетто, где говорили на идише. Деревянные домишки, печное отопление, бедная и трудная жизнь. Как же я здесь ухитрился родиться? Чем здесь люди дышат? За окном ночь. Синие звезды, фиолетовая земля, зимний холод. Лежу в кровати и вижу на стене тень. Коза превращается в созвездие стрельца, свечи становятся лунами, а пыль от выбиваемых ковриков – млечным путем. В 15-16 лет я еще даже не знал, что карандашом можно рисовать. Я долго искал школу живописи, поскольку во что бы то ни стало хотел учиться. Как многие наивные мальчики, я полагал, что нужно иметь диплом. И вот после долгих месяцев поисков я увидел объявление, совсем маленькое, вот такое, школа живописи Пэна. Я все-таки нашел художника. И когда я пришел туда вместе с моей матерью, в общем, это целая история. Прежде чем меня примут в эту школу, она хотела, чтобы этот Пэн сказал, есть ли у меня талант, поскольку узнал от моего дяди или от кого-то еще, что для этого нужно иметь талант. Я-то был готов учиться, даже не имея таланта. Мой дядя играет на скрипке. Вообще-то по профессии он мясник. Иногда, отправляясь за скотом на убой, он брал с собой и меня. Я проживал с животными их последние часы. Целый день он резал скот, а теперь играет песни Равина. Дядя волнуется. Говорят, я художник, а вдруг вздумаю его нарисовать. Господь не верит. Грех. Посмотри, мама, тебе нравится? Я жду ее приговора. Да, сынок. Я вижу, у тебя есть талант. Ну, послушай меня, деточка. Может, все-таки лучше тебе стать торговым агентом? С твоими-то плечами. Мне жаль тебя. В хорошую погоду мой дедушка забирался на крышу и взирал на мир. Крыши могут защитить от жизни, а горизонт – твой союзник. По вечерам, когда лавка закрывалась, отец, сгорбившись, сидел у стола. Огонь в лампе застывал, стулья чинно молчали. Вы видели на картинах флорентийских мастеров фигуры с длинной отроду нестриженной бородой, с темно-карими глазами, с лицом цвета сжженной охры, в морщинах, складках. Это мой отец. Я прикрепил рисунок на стену, потому что думал, что так должны делать все художники. Но мой отец взглянул на рисунок и ничего не сказал. Ничего. Помню, мне пришлось попросить у папы несколько рублей, чтобы купить билет на поезды Петербурга. Но мне нужен был вид на жительство, потому что существовала черта оседлости, за пределами которой мы не могли жить. Санкт-Петербург, столица Российской империи. Покинуть Штеттл, стать художником. Шагал посещает студию при обществе поощрению художников. Затем переходит в школу Званцевой. Его учитель Леон Бакс скажет о нем. Шагал мой любимый ученик. Он внимательно слушает мои наставления, а потом все делает по-своему. Мне казалось, я вообще не поддаюсь учению или меня не умеет учить. Это было выше моих сил. Вернувшись в Витебск, он знакомится с Беллой Розенфельд. Белла Розенфельд. Мы как будто давным-давно знакомы. И она знает обо мне все. Мою теперешнюю жизнь и что со мной будет. Как будто всегда наблюдала за мной. Была где-то рядом, хотя я видел ее в первый раз. Я понял, это моя жена. Белла, наша бабушка, происходила из очень хорошей семьи. Она изучала философию и театральное искусство. В ней тоже что-то такое было. Она верила в иной мир. Мерет Мейер Градер, внучка Марка Шагала. Они и нашли друг друга в той среде, чтобы взаимно обогащать друг друга. Но я знал, что должен уехать. У меня было чувство, что если я еще останусь в Витебске, по обрасту шерстью и мхом. Прощай, Витебск. Оставайтесь со своими селедками, земляки. В мае 1911 года Шагал впервые покидает Россию. На моих губах вскипали слова, идущие от сердца. Они меня почти душили. Я заикался. Слова рвались наружу, словно желая осветиться этим парижским светом, отразиться в нем. Как будто сама судьба привела меня сюда. Со всеми моими мечтами, моими мыслями я испытал здесь революцию виденья. В Париже, едва выйдя из поезда, я почувствовал то же, что в Ницце, когда увидел букеты цветов. Только здесь это была приветливость людей. Все эти кафе, соцветия кафе. Я никогда не видел ничего подобного на улицах, на тротуарах. Он селится в знаменитом Улье. Так называлось сотня крошечных мастерских, расположенных возле Боин-Важерар. Здесь жила разноплеменная богема. Писали на старых простынях, на разорванных сорочках. У русских рыдала обиженная натурщица, у итальянцев пели под гитару. У евреев жарко спорили. А я сидел один в своей мастерской. С Боин доносятся мычане, там режут скот. Скоро рассвет. Не угасает огонь в лампе и в моей душе. Блесс-Сандрар первым посетил меня в Улье. Он читал свои стихи, глядя в открытое окно или мне в глаза, улыбался моим картинам, и обоим нам было весело. Он подыскивал названия для моих картин «Поэт», «Посвящается моей невесте», «России», «Ослам» и другим. Уверяю вас, он был незаурядным поэтом. И то, что он говорил обо мне, я оценил, но слишком поздно. Сандрар привел ко мне в мастерскую Аполлинера. Он вошел осторожно. Я долго не решался показать ему свои картины. Он сел, раскраснелся и с улыбкой прошептал «Сверхъестественно». Позднее поэт переделает это слово в новый термин «сюрнатурализм». Он покорен этой невероятной свободой, этим странным и мистическим фольклором, воссоздаваемым молодым, вечно голодным художником. В честь этой встречи Шагал напишет картину «Посвящается Аполлинеру». Двуголовый человек держит яблоко, Адам и Ева – стрелки круглого циферблата. Посвящение четырем друзьям. Канудо, Аполлинер, Вальден, Сандрар. Я проник в самое сердце французской живописи того времени. Никакая Академия не дала бы мне того, что я почерпнул, вгрызаясь в парижские выставки. Он поступил, как все молодые художники. Первым делом побежал в Лувр. Пьер Шнайдер – искусствовед. Но кроме этого, он очень быстро научился ориентироваться в современных течениях. И это поразительно, поскольку его багаж – это был багаж иммигранта. У него была своя тема. Его темой был Витебск. Но у него не было языка. И что удивительно, несмотря на это, в течение двух лет, с 1910 по 1912 год, он прошел через все новейшие направления. Шагал использовал на свой манер формальные искания того времени фавизм Дерена, арфизм Делане, кубизм Брака и Пикассо. Балансируя между традицией и авангардом, он жонглировал символами, так и не примкнув ни к одному из этих течений. Россией, ослам и другим. За деревенской сценкой прячется аллегория. Тайная связь между Землей и небесами. Космическое пастбище для священных коров. Сандрар убеждал меня, что я могу отлично поладить с надменными кубистами, для которых я, по-видимому, был пустым местом. Я смотрел на них со стороны и думал, пусть себе кушают на здоровье свои квадратные груши на треугольных столах. Зато мое искусство не рассуждает. Я был против так называемого реализма. Он меня бесил. Бутылку мне нужно было наклонить, человеку отсечь голову, потому что мне казалось, что таким образом, с помощью физических средств, я могу сконструировать, создать другую реальность. Мне не нужна была реальность ни импрессионистов, ни кубистов. Это не для меня. Мне нужна была другая реальность. Мне никогда не подходили на тюрморты, даже геометрические и архитектурно измененные. Я считал это реализмом. Я не мог оценить очарование брака, глиса, уж простите меня, но нет, или Делане. Это все, безусловно, как-то связано. У меня не было физических и моральных возможностей оценить внешнее выражение искусства. Я думал о движении. Я не мог больше оставаться в Париже и зарабатывать деньги. Не было ни средств, ни надежды. Мои гуаши стоили 10 франков, но на них не было спроса. В 1914 году Аполлимер убеждает своего друга Вальдена, галериста, авангардиста, устроить Шагалу выставку в Берлине. Сразу после вернисажа, не предчувствуя надвигающейся войны, Шагал возвращается в Витебск, к Белле. Вскоре закрывают границы, и он остается в России на 8 лет. Я чувствовал, что 4 года – это слишком долго. Я немного волновался. Она мне писала, и я мечтал снова ее увидеть, встретиться с ней. Эта история должна была как-то разрешиться. Разлука слишком затянулась. А Белла была невероятно красива. Это было нехорошо, бросить ее на целых 4 года. Я поехал прежде всего из-за нее. И тут разразилась война. Все мои картины остались в улье, за дверью, закрытой просто на бечевку, потому что я не боялся, что кто-то может их взять. Рядом была мастерская Модельяне, жили Сутин и Боровский, и другие художники. В Берлине я тоже бросил все свои картины. И тут началась война, но я собрался жениться. Я был мобилизован, но служил в тылу, в какой-то военной конторе. Не знаю, что я там делал, вплоть до революции. На бледном лице сияют глаза, большие, выпуклые, черные. Это мои глаза, моя душа. Мать ей говорила, что это за муж, румяный, как красная девица. Он никогда не заработает на жизнь. Ты пропадешь с ним, доченька. Пропадешь не за грош. К тому же он художник, что скажут люди. Вскоре у них родилась дочь Ида. Шагал вновь обретает свои хасидские корни, в мистике которых аллегорически перемешаны повседневность и вечность. В нашем дворе жил маленький, но крепкий старичок. Его длинная, черная, с легкой проседью борода болталась на ходу, то взметаясь ввысь, то повисая долу. Картины, которые висели у нас дома, были все равно как семейные портреты. Я хорошо помню, как пыталась поговорить с этим продавцом газет, потому что у него был такой грустный вид. И я чувствовала, что существует какая-то связь между этим кроваво-красным небом и этим грустным взглядом. Хотя, конечно, не могла знать, что тогда была Первая мировая война, революция, какие-то обстоятельства, которые побудили деда выбрать именно это лицо. Мне казалось, человек с портрета смотрит именно на меня. Бедность, в которой я жил перед тем, как уехал в Париж, я снова ее познал. И я думал, что должен подробно описать все это. Должен стать реалистом, чтобы запечатлеть то, что вижу, как мне казалось в последний раз. Все это, все эти персонажи, все эти раввины, все это, их история. Все эти бедные люди, которые проходили мимо моего окна, я должен передать их такими, как есть, как фотограф, если можно так выразиться. Революция потрясла меня зрелищем единого мощного порыва, овладевающего каждой личностью. Она перехлёстывает через границы воображения и врывается в интимнейший мир художественных образов, которые сами становятся частью революции. Правительство планирует учредить Министерство культуры, где Маяковский должен курировать поэзию, Мерхольд театр, Ашагал, изобразительное искусство. По совету Беллы, он отклоняет предложение. На собрании поэтов громче всех кричал Маяковский. Друзьями мы не были. Он чувствовал, что мне претят его вопли и плевки в лицо публики. Зачем поэзии столько шуму? В Витебске он руководит оформлением города в честь первой годовщины октябрьских событий. Его преданность делу революции исключительно. Ему поручают создание в Витебске школы искусств. Мои познания в марксизме не шли дальше того, что Маркс был еврей и носил длинную седую бороду. Но при встрече с Луначарским я сразу понял, что мое искусство не подходит ему ни с какого боку. Только не спрашивайте, предупредил я его, почему у меня все синее или зеленое, и почему у коровы в животе просвечивает теленок. Пусть ваш Маркс, если он такой умный, воскреснет и все вам объяснит. Вскоре в школу приходит новый преподаватель Казимир Малевич, создатель супрематизма, искусства чистых форм, полностью отрицающего любое проявление реализма. Их сотрудничество с Шагалом не продлилось долго. Я отлучился из города по делам, а по возвращении застал полную неразбериху. На здании висела вывеска «Супрематистская академия». Гудбай! И тогда я подал в отставку, поскольку понимал, что придется приспосабливаться к советам, преподавателям. Я подал в отставку, но на самом деле мою отставку приняли раньше, чем я ее попросил. В июне 1920-го в атмосфере гражданской войны и голода Шагал с семьей переезжает в Москву. Хотя своим отказом от художественного диктата он навлек на себя подозрения, его популярность возрастала. Новый еврейский камерный театр в Москве заказал ему живописное панно. Я кричал «Долой, старый театр!» провонявший чесноком и потом. Здесь я мог выразить то, что считал необходимым для возрождения национального театра. Холсты были расстелены прямо на полу, а пилки набивались в тюбики с красками, прилипали к эскизам. Рабочие актеры ходили прямо по ним. Михойл заявил мне, «Знаете, я изучил ваши эскизы и понял их. Это заставило меня целиком изменить трактовку образа. Накануне открытия театра мне принесли ворох старой одежды, которую я стал наспех раскрашивать. В день премьеры я был так перепачкан краской, что даже не смог выйти в зрительный зал. Буквально за несколько секунд до поднятия занавеса я носился по сцене и спешно домазывал бутафорию. Терпеть не могу натурализма». Несколько лет спустя этот неортодоксальный театр окончательно закроют. Болотна Шагала, спасенные Михойлсом, будут на полвека запрятаны в запаснике Третьяковской галереи. Каждый день Кандинский и Малевич все более яростно нападали на его живопись. Ситуация стала невыносимой и Шагал был вынужден какое-то время преподавать рисунок в подмосковной детской колонии. Ни царской, ни советской России я не нужен. В сентябре 23-го года Шагал, заехав в Берлин, вновь приезжают в Париж вместе с Беллой и Идой. В его мастерской в Улье все картины расхищены. У него, признанного ведущим художником парижской школы, востребованного галереями, не осталось ни одного раннего произведения. Он восстановил некоторые картины. Написал, что называется, вторые и третьи варианты. Например, торговец с котом практически идентичный. Потом портреты евреев, которые он написал в 20-е годы. День рождения. Очень известная картина, которую он повторил в 20-е годы, практически не изменив. То есть, ему нужно было окружить себя, закутать себя в каком-то смысле в тот язык, который был ему присущ в то время, чтобы затем по-новому что-то сформулировать, что-то переосмыслить. Мой друг Сандрар написал мне письмо «Приезжай, Валар тебя ждет». Когда называют имя Валара, это все равно, что сказать «Пантеон». Это что-то очень значительное. Так вот, он сказал мне «Я Валар, я издаю книги, что бы вы хотели для меня сделать?» Я сказал, поскольку я только что приехал из России, и Россия еще у меня в голове все еще очень свежо. Я бы взял Гоголя, «Мертвые души Гоголя». Он мне… Кто это? Кто такой Гоголь? Я говорю, Гоголь – это великий писатель, который мне очень нравится. Может быть, вы лучше бы сделали графиню Де Сигюр? Нет, нет. Гоголь. Только Гоголь. Ну, Гоголь-то Гоголь. Делайте Гоголя. Гоголь – гений. Настоящий сюрреалист. Гоголь. Гоголь. Потом, еще до того, как я закончил, он спросил, «Что еще вы хотели бы делать?» Я ответил, «Теперь что-то французское, например, басни Лефонтена». «А генерала Дуракина, графини де Сигюр, не хотите?» «Нет, — говорю, — в другой раз». Трудно найти что-либо более далекое от еврейской культуры, чем Лефонтен. Его народец, животные, — это такой маленький французский скотный двор. И Шагал сумел, так сказать, поменять национальность своих петухов, кул, коров. Он делает их французскими. И это им в каком-то смысле позволяет уцелеть. Я с детства был очарован Библией. Она давала мне видение судеб мира и вдохновляла меня в моей работе. Когда Валар предложил мне иллюстрировать Библию, мне захотелось увидеть Палестину. Я захотел прикоснуться к этой земле. Я приехал туда, чтобы проверить некоторые свои ощущения. Здесь, по этим улочкам, тысячи лет назад ходил Иисус Христос. Чуть подальше — стена плача, куда вновь и вновь приходят бородатые евреи, одетые в синее, желтое, красное, в меховых шапочках на головах. Нигде вы не увидите столько отчаяния, столько радости. 1933 год. В Мангейме нацисты публично предали огню его картины. Четыре года спустя его полотна вместе с произведениями Гросса, Дикса, Кандинского, Эрнста, Кокошки были представлены на выставке под названием «Дегенеративное искусство». Из немецких музеев были изъяты все картины Шагала. Разграбление деревни на глазах беспомощных жертв. Чуть подальше беглец пытается спасти из огня Тору. Поблизости пылает синагога. На кресте, в стороне от своего народа, жертва, представляющая все человечество. Белое распятие. В 1937 году они, наконец, получили французское гражданство. И случилось то, что, к несчастью, случается в Европе. Им сказали, что нужно покинуть страну. Он никак не мог понять, почему он должен уехать. Он же француз. И они уехали в самый последний момент. В мае 1941 года семья Шагалов бежит из Европы. Их спас Вариан Фрай, американский эмиссар, который помог 2500 людям искусства пересечь Атлантический океан. Миф о вечном жиде, который он так часто изображал на своих картинах, становится для него реальностью. Его произведения, арестованные фашистами в Мадриде, наконец прибывают в Нью-Йорк. Шагалы приняты в Содружество художников-иммигрантов. Жорж Брак, Сальвадор Дели, Осип Заткин, Марсель Дюшан, Александр Кальдер и Ив Танги, Фернан Леже, Андре Массон. Все они объединились вокруг галериста Пьера Матисса, сына художника, который вскоре устраивает им выставку. Художники в изгнании. 1942 год. Художники в изгнании. Отныне творчество Шагала находится под защитой Пьера Матисса. Художники и скульпторы часто навещали друг друга в мастерских. Вместе проводили время на открытом воздухе. Марсель Дюшан и Пит Мондриан возле мобилей Кальдера. Новый свет, новые формы. Леонид Мясин, последователь Нижинского в русских балетах Дягилева, вдыхает в искусство танца новую жизнь. Хореограф предлагает Шагалу выполнить декорации и костюмы к балету Рахманинова по поэме Пушкина «Олега». Их сотрудничество помогает общей корне. Спектакль воскрешает частичку их родины. Декорации Шагала доминируют над постановкой, кричит американская пресса. Затем новая совместная работа «Жар птица» Игоря Стравинского. Новости с русского фронта ужасают. Пожары, казни, зверства. 1943 год. Наваждение. Опрокинутое распятие, повозка, готовая тронуться, словно чувство беспомощности. В то время как Париж празднует свое освобождение, накануне возвращения во Францию, в Нью-Йоркской больнице умирает Белла. В течение долгих лет ее любовь наполняла мое искусство. Весь мир для меня потерял краски. В Париже я обрел способность работать. Как будто мне нужно было воскреснуть, потереть слезы, чтобы заплакать вновь. Потребовалась разлука, война, страдали, чтобы все это проснулось во мне. Художника потянуло на юг Франции. Шагал, которому уже за 60, поселяется в Вансе. И реальный мир, Средиземное море, жара и свет – это именно то, что ему нужно. Окрестности Ниццы освещают его творчество новым светом. В тот период он жил с Вирджинией Хагард, которая, безусловно, вернула ему вкус к жизни. У них родился сын, маленький Давид. У него началась другая жизнь. Не нужно забывать, он все-таки художник. Для него самым главным всегда была возможность творить. Здесь очень красиво. Бог мой, какое небо! Да. Очень красиво. Эммемаг становится его торговым агентом. Наравне с Банаром, Матисом, Джакометти. Шагал выставляется в одной из самых престижных галерей. Шагал любопытен. Разумеется, он смотрит, что делают Праг, Делане, Леже и другие художники. Они относятся друг к другу с уважением. Они точно знают, у кого что происходит. Шагал восхищался Пикассо. Жан-Луи Пратт, директор фонда Мага. Он называл его испанцем, но это для того, чтобы подчеркнуть его испанский темперамент. На самом деле, с Пикассо у них были сложные отношения. Поскольку оба жили на Лазурном берегу, им приходилось время от времени сталкиваться. Они работали в одной и той же керамической мастерской, в Валарис, у Мадурана. Один на втором этаже, а другой на первом. Возможно, для того, чтобы пореже встречаться. Марк Шагал не любит говорить о своей живописи. Зато с удовольствием говорит о живописи других. Здесь он на выставке Жоржа Брака вместе с Эммем Магом. Это макет витража. Чистая энергия. Именно это я называю химией. Прежде всего, смотрите на химию. А тут я просто снимаю шляпу. Все эти оттенки. Просто Пуссен или Авеньонская пьета Шарантона. Высокий класс. Впрочем, я не искусствовед. На самом деле, Авеньонская пьета. Для меня это настоящее открытие. Непонятно, как это сделано. Говорю вам еще раз. Не смотрите, как это сделано. Нужно видеть только химию. 1952 год. Валентина Бродская, как и он, уроженка России, становится его женой и моделью. Более 30 лет она будет его спутницей и разделит с ним годы зрелости. Я ступил на новый путь. И, возможно, это путь моего отца, который, глядя на мои рисунки, думал, что они продолжение стены. Живя в деревне, на своей новой родине, художник оглядывается назад, чтобы запечатлеть свое прошлое на одной картине – жизнь. Живопись – это его способ пережить себя. Чтобы довести свое дело до конца, этот человек, который пишет, который никогда не прекращал писать, сумел проложить собственный путь через все художественные течения. Он сохранил свое представление о современной живописи, свою эстетическую концепцию. Будучи авангардистом, он сохранил верность традиции, чуждой всему внешнему. Он сумел объединить противоположности, высокое и низкое, логику и фантазию. Когда Шагал писал эту картину, ему было 75 лет. Представьте, какую надо иметь силу, какую пылкость, какую энергию, чтобы взяться за такое большое произведение. Он работал над ней как раз в то время, когда Мальро заказал ему роспись плафона Гранд-Опера. И именно в этот период он получил признание. Говорит Жорж Помпиду. Благодаря этому плафону здание оперы обрело свет и краски. По правде говоря, с тех пор, как я его увидел, я спрашиваю себя, а раньше в Гранд-Опера был плафон? Кто это знает? Как-то я встретил Шарли и Брежит Марк. Они искали кого-нибудь, кто помог бы Шагалу расписать плафон Гранд-Опера. Конечно, для меня это была потрясающая возможность. Должен сказать, с физической точки зрения, он был сильнее меня, несмотря на возраст. Но, как всегда, во время большой работы бывали моменты, когда что-то не получалось или его одолевали сомнения. Говорит Поль Верстик, ассистент Марка Шагала. Он работал все утро, был весь в поту. В конце концов, пал в отчаяние и заплакал. Он всегда очень переживал, когда что-то не получалось. Он был весь в слезах. А вон там, видите, там есть деревня, маленькая зеленая деревня, рядом с Жарптицей. Она мне очень нравится своим кубизмом. Мне всегда нравились у него такие штуки. И потом все эти воспоминания о его жизни в Витебске, о его парижской жизни, и то, как он все это объединяет. Но что еще меня потрясло, он абсолютно все знал об этих композиторах, которые все это написали. знал каждую ноту из их опера, всю музыку. Я думаю, при желании он мог бы быть и большим музыкантом тоже. Я был тронут, взволнован, но я обеспокоен, потому что боюсь работать на заказ. С одной стороны, я всегда мечтал о монументальной работе, а с другой, не был в себе уверен. И мнения некоторых людей только усугубляли эту неуверенность. Проекта в самом деле вызвал полемику. Совместима ли живопись Шагала с историческим наследием? Многие считали такую свободу самовыражения наивностью. Что такое наивность? Когда говорят, он наивен, имеют в виду, что чего-то не хватает, отсутствие образования. А по мне, если у людей нет образования, это не так важно. Я, например, был самым плохим учеником в школе, ужасным. Я не говорю, что я не наивен или образован. Но это не имеет значения, если ты не Эйнштейн. Вам не кажется? Знаете, по сути, психическое тоже поддается сравнению. Так же, как цветы, камни. Я думаю, что существует не только физика, материя, которую можно сравнить с камнем, но и то, что относится к психике, к нравственности. И это сравнимо с тем, что где-то в атмосфере. С тех пор, как старое издание Метрополитен-опера предназначено под снос, новая нью-йоркская опера в Линкольн-центре старается обновить свой репертуар. Именно поэтому для новой постановки «Волшебные флейты» Моцарта сценографом и художником по костюмам был приглашен Марк Шагал. Я рад, что в моем возрасте могу выступить как дебютант. Скажу вам откровенно, я бы предпочел писать картину у себя в Сен-Поль-де-Ванс, но я люблю людей. Меня попросили сделать здесь витражи, на стенные росписи, и я не смог отказаться, хотя моя жена была недовольна. Чествование Марка Шагала. Перед нами один из величайших колористов в истории живописи. Здесь представлены основные мои работы. Где это было написано? В Витебске. Это я видел из своего окна. Это Марк Шагал. Он окружен толпой почитателей. Мы любим, когда способны любить. «Россия» и «Ослам» и другим. Одна из самых знаменитых картин «Россия», «Ослам» и другим. Да, это картина посвящения. Монументальная мозаика для города Чикаго. Новый вызов трудностям и несколько месяцев работы. Это мозаичное панно дар Марка Шагала, гражданину Франции, Чикагскому художественному институту. Надеюсь, что вам оно понравится. Я вложил в эту работу всю душу. Аплодисменты, 錯ез. Кажется, что витраж – это так просто. Материя, свет, нечто мистическое, что проникая через окно, будь то храм или синагога. Что же я привношу в эту материю? Витраж представляет собой прозрачную перегородку между моей душой и сердцами людей. Знаете, если это не трогает душу, вам лучше оставить эту профессию. Безусловно, это так. Нужно сделать тысячи и тысячи мазков. Возможно, это слишком много. А может быть, этого недостаточно. Именно это дает витражу жизнь. Должно давать жизнь. Нет никаких законов. Химия по мере возможности. Это было великое счастье – наблюдать Шагала, который работал над витражами, как живописью, с той только разницей, что витраж пропускает свет и не отражает его. Для него было чрезвычайно важно сохранять полную свободу. Этим он походил на художников раннего возрождения. Он обладал властью апеллировать к лучшим качествам людей. И когда у нас что-то получалось, и вроде бы неплохо, он подходил и делал маленькое чудо. Он чувствовал материю, умел возвысить материю. Говорит Шарль Марк, витражист. Именно поэтому ему так удавались витражи. Это Шагал. Нужно научиться играть со светом, чувствовать дух, помнить о людях, которые придут, чтобы молиться. Это может быть адресовано облакам, небу, душе, не знаю. Я часто спрашиваю себя, откуда в человеке порой столько жестокости? Как это может быть, когда рядом есть Моцарт, Шекспир, Джотто, Рембрандт и столько других скромных и честных тружеников, которые, например, воздвигали соборы? Для меня цвет любви – это цвет истины. Истинный материал искусства. Говорит Андре Мальро, министр культуры Франции. Вернисажи, они как свадьбы. Бывают веселые свадьбы, бывают грустные. Так вот, на этом вернисаже у всех радостный вид. Радуются все потому, что в его картинах есть такая сила восторга, что она нас захватывает. Это не художественное или эстетическое воздействие. Эта живопись буквально берет за нутро всех людей, которые на нее смотрят. 1973 год. Создание в Ницце национального музея Марка Шагала библейское послание. Впервые в истории Франции художник при жизни открывает свой собственный музей. Этот дар художника словно напоминание об утиренном рае и абсолютной любви. Буквально все, что я нахожу в Библии, приводит меня в восторг. Для меня книги пророков – это самая великая поэзия. Когда Моцарт писал свою музыку, она уже была в его душе. Он просто копировал то, что было у него внутри. По сути, мы всегда копируем то, что у нас внутри, а не то, что видим. То, что у нас внутри, это и есть наша реальность. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Я бы хотел смотреть на мир глазами своей души. Сам я не в состоянии видеть, как рисую. Это видит моя рука. Мои глаза, мои глаза повернуты внутрь и смотрит на другие рисунки, которым только предстоит появиться на свет. Я выбрал в жизни живопись. Она мне так же необходима, как еда. Она стала для меня окошком, через которое я могу улететь к другим мирам. Лично про себя я могу сказать, что не владею ремеслом. Я помню, Деланэ мне говорил, Шагал, ты не профессионал. В глубине души я думаю, что и он не владеет ремеслом, хотя, разумеется, он был первоклассным колористом. По сути, никто не знает, как это делать. Посмотрите на Матисса. Матисс тоже, в конце концов, забыл, как это нужно делать. Он просто делал это, и все. Возможно, умение было раньше, в начале. Нет, нет. Вы снимаете фильм о несчастном человеке. Абсолютно. Который ни для кого не может служить примером. Это я. Ни один художник не может служить примером? Да, это правда. Авторы сценария Стефан Левикуэнс и Франсуа Левикуэнс. Оператор Оливьера Фе. Режиссер Франсуа Левикуэнс. Совместное производство Франс-3 и НА. Объединение национальных музеев при содействии Франс-5. Фильм озвучен фирмой СВ Дубль по заказу ГТРК Культура. ГТРК Культура. ГТРК Культура. Фрида